ребятки всем привет с вами россии вы находитесь на канале роли game онлайн и это будет наверное начало новой рубрики по играм которые новинки по инди играм по по не инди играм и так далее будем с вами снимать небольшие летсплейчики смотреть первый взгляд на игру и у нас сегодня первое видео это первая игра это викинги волки и мидгорода и это rpg в стиле diablo вышла как я понимаю на совсем недавно я конечно же скачал ее на торренте потому что я бедный умеет возможности покупать игры подряд которая выходит и сейчас мы с вами создадим персонажа минуток 10 побегаем посмотрим что нам вообще эта игра предлагает и возможно кому будет интересно пожалуйста в комментариях обсудим с вами как вам игра хорошая нехорошая играли вы в нее хотели бы у нее поиграть и так далее обязательно поставьте лайк подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали ну и в принципе начинаем с вами играть так значит как я понимаю сначала я создание персонажа у нас есть это или воин или воительница то есть мы в любом случае будем бегать мечом волос у нас такой суровый викинг давайте мы такого сделаем ирокез можно выбрать бороду вот такую кучу косичек светлый нет давайте будет темный без татуировок татуировка ой 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 перебор вот это такая неплохая символ клана она сзади он видите списулька меняется такой вот так принять тюр тюр это однорукий бог войны закон и правосудие героизма руку ему откусил огромный волк фенрир пассивные короче тюр локи это наверно с двумя а тор это с молотом скади это лук один это с палкой давайте возьмем локи с двумя топорами это бог коварства умеющий менять свой внешний облик не знаю что такое включить режим валихалы давайте просто примем введем свое имя нас есть джорн викарсон мы назовемся вот так вот кровавой росси конечно не очень вигинское имя но так есть многопользовательская игра наверное это совместное прохождение я и правда не знаю насколько там игроков мы просто новую игру так как я в эту грубую первый раз и мы с вами просто посмотрим геймплей я конечно не выберу крестьянин давайте уверен среднем воин заставочка я молчу читал вот Это плывет как ревер, с их сверлами и торрентами. Сейчас плывет к сверлению в небе, для всех их сверлений. Порезь пройдет в Асгарде, прежде чем нас, как античный конфликт между богами Ассия и ангелами Ванир erupts once more, а между нами, в Нифлхайм, гианами фрошки отборщатся на велосипеде на земле Мидгард. Это их вензица. The Harbinger of Ragnarok, the end of all things. Кто бы думал, что Ульфунг-вилледж, дом для отборщатся и ренегадов, бы дать ризу к тому, кто мог бы спасать нас всех. Дары дают вам преимущество в бою. Вилледжа была миссфортуна, чтобы быть в Гримнере. Гианты не были бороться с Ульфунгом. Но это было примерно изменено. или времена изменились короче нажимаем что продолжить а вот такие мы суровые викинги с двумя топорами везде кровище пока конечно все красивенько давно конечно такие игры не играл так это чё типа наш лах так управление короче вот по стандарту левой кнопкой мыши можно ли нажимать или можно зажимать просто видите даже остаются следы на снегу в общем классно потрясно смерть врага мульфинга все ясненько вижу есть комбо-момбо двойное убийство плюс четыре крови так это у нас скилл какой-то на единичке я понял вас на единичке у нас скилл мы собираем это кровь который нас лечит потому что мы викинги мы ярость не сила поэтому надо убивать чтобы подпитывать как бы свою викингскую натуру так не значит нужно сделать а отбить нападение но у меня такое ощущение что мы нападаем ребят не убегайте такая игрушка симпатичная атмосферненько так а чё тут вообще кнопки делать если я буду бегать в sd я кувыркаюсь я вас понял пробел тоже кувыркаюсь правая кнопка мыши тоже короче бить все кнопки это кувыркаться бить только левой обучение перекаты позволяет избегать ударов противника перекаты расходуют выносливость доспехи ищи замерят перекаты выносливость скорее всего как я поймёте желтенькая полосочка чтобы прикатиться жмите пробел пробел давайте крушить как бы всем черепа вот так вот всех тут оружие нельзя поднимать как в диаболе нельзя в диабол очень давно играл вот и великан сметчик он большой союз с нами собираю какую-то поднято ухо том х вон том то это сверху надо 30 штук собрать уже черепа 50 нас я вас понял кровь и не подобрал потому что нам не нафиг не надо смотреть какое-то было кровавое побои еще просто чуть дальше найдите ярла почему великана напали на нас тройное убийство пятерное убийство какой-нибудь опа а вот и великан ухты заразы какой здоровый по яйкам по яйкам то пара завали завалили мы великана идем искать ярла а вот он хвала одину что ты наконец с нами идет он напал на наше поселение и порешил ярла и многих воинов остались другие выжившие разберись с врагами и спасти народ ульфунга возьми этот исцеляющий татэн старым ярлом больше не пригодится надеюсь мне он поможет больше чем ему так обучение лечение лечите с помощью идолов исцеления лечение требует зарядов исцеления обнуляя счетчик комбо заряды исцеления пополняется у алтаря исцеления по мере странствий вы будете находить более сильно действующие идолы исцеления чтобы свититься нажмите тап не хочу и сейчас исцеляться ну давайте у нас есть два из трех зарядов мы пока в принципе все интуитивно понятно хотят обучение но достигнута контрольная точка я понял эти флаги это контрольной точки значит они делают такой сволочь сволочь перестаньте сейчас сейчас мы вас на наваляем просто давай побежали варять и людей вот они комбо-момбо получите получите мы сейчас будут так вот крутится короче как дурачок на месте вам крутится а вот алтарь исцеление мы пополняем пополняем наши зарядики уже хорошо так давайте нам надо спасти хельгу и хильдебранда какого-то во имя уйдена убейте и все их во имя уйдена не твои один я помогаю я ох ты смотрите здание разрушаются красивенько красивенько симпатичненько так посмотрим что здесь . ёб твою мать что что-то делается люди православные хелику забивают просто смотрите надо ее однозначно спасать хельга спасена вот и все у нас еще будет время его восстановить так отведите хелику наверно к тому который там умничал за закрытыми дверьми давайте давайте понятно не короче очка ну хельга будет ходить с нами пойдем папа великан папа комбо-момбо тракатик очень великаном очень великан ребят папа массовое убийство раскидали всех хельга за мной в общем ну вы в принципе игра на любителя любителям викингов наверно обязательно стоит пройти пока мы бывшим наш кран будет бороться так встретить с выжившим в медовом зале вот поэтому как бы любителям тематики викингов наверно обязательно стоит поиграть любителям явно тоже чем-то похоже нельзя сравнить две игры так дитум у нас напал вот это он не дал комбо-момбо такое жестко ребятки давайте ох не хрен на себе восстанавливаем здоровье мы чуть не делали как сосунка попытаюсь опять отпрыгнуть делаем удар в спину о подпрыгиваю опять вернемся об все мы мочим ли его новые предметы меч викинга меч викинга мы шли счет не совсем разобрались что-то нам сюда надо прибежать засада на youtube а создание выполнено спускаемся типа все выжившие у нас остались награда новый предмет руна тайваза все дела в тот день они собрались дабы избрать нового ярла хотя решение было очевидным это конечно же мыслами ребят воин что дарил великана и обратил врагов бегства нажмите любую кнопку чтобы продолжить никак не дарить врага постарайтесь стать сильнее покупайте новое оружие убивайте там на благо очень понятно компания начала зимы по приказу нового ярла поселение было перестроено первым делом они восстановили алтари чтобы клан мог приносить кровавые жертвы богам и богиням асгарда дабы те были милостивы к людям рядом жители обустроили жилище для скальда чтобы тот снял их раны и воспевал в стихах великие победы они отремонтировали кузнецей чтобы у ярла всегда были целое оружие и броня интересно какие битвы представить клану лишь ярлы решают чтобы продолжить нажмите любую клавишу так ну я думаю мы на этом закончим ребят я думаю что в принципе все могли посмотреть немножко геймплей посмотреть о чем здесь вообще игра как она выглядит подождите может какие-то тут можно кнопки эта карта как я понимаю типа наше поселение может здесь я просто не пожалуйста вот снаряжение дары как я понимаю дары это в общем веткам какая-то она не сильно длинными сильно большая персонажи мы видим нашу статистику сколько мы поубивали наши статы и снаряжение в принципе тоже можно меч будет похуже в принципе как я понимаю то скорее всего есть система крафта обязательно есть система видео какие-то наверно камни можно вставлять как-то можно грейдить оружие ну в общем стандартный набор поэтому любителям rpg и викингов ну наверно стоит поиграть спасибо всем за просмотр если вы еще не поставили лайк и не подписались на канал обязательно это сделайте нажмите на какой-то там чудесный колокольчик в общем если вам понравилась эта рубрика поддержите будем продолжать это была игра викинги волки асгарда вроде так или как называется я уже честно забыл в общем неважно с вами был росси спасибо до скорых встреч